В гостях нашей студии сегодня политтехнолог Андрей Пателицын. Здравствуйте. Добрый день. Я напомню, на всякий случай номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграме плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Также напомню, что прямая трансляция ведется в Фейсбуке и на Ютубе. Прямо сейчас проходит очередное заседание по движению Башкорт. Какое ваше мнение? Почему с ними так сурово у нас обходятся? Ну, эта тема уже многократно, конечно, обсуждалась. Почему? То есть зачем, пожалуй, что понятно. Почему? Ну, потому что, видимо, они оказались очень удобной мишенью для внутриполитического блока в республике. Нужен был враг. Я уже вот эту версию несколько раз озвучивал. Нужен враг. Без врага ребята будут казаться бездельниками. Я имею в виду всю вот эту внутриполитическую команду, да? Вот они себе нашли замечательного врага. Врага, в общем-то, принципиального. Хотя на самом деле они, ну, врагами не являются, по сути. Но из них быстро ослепили этого врага, и теперь они с ним, ну, в общем-то, победоносно борются. То есть доказывая свою нужность начальству. Вот, пожалуй, что вот в этом причина, а цель? Ну, цель достаточно призрачная. Ну, как бы нивелировать вот это вот национальное движение в Башкирии в целом, да? Кому-то кажется, что национальное движение держится только на БО Башкорт. Ну, вот как бы вкратце. Если иск будет удовлетворен, к чему это все-таки приведет, на ваш взгляд? То есть какие последствия нас ждут? Я полагаю, что, ну, формально БО Башкорт перестанет существовать. То есть вот под этим названием и вот в этой сущности. Так формально-то они сейчас не зарегистрированы. Да, они и так не зарегистрированы организации. То есть, соответственно, с ними бороться-то очень сложно. Возможно, будут предъявлены какие-то последующие претензии самым видным и участникам этой организации, и руководителям, под видом продолжения деятельности. Но тут все будет зависеть от того, насколько они грамотно себя поведут, потому что им ничего не стоит на завтра же создать какую-нибудь там новую организацию с более грозным названием. Помните, да, Кукбуре и прочее-прочее. То есть там какие-нибудь лесные волки, ночные снайперы и все такое подобное. И в этой организации, в общем-то, заниматься тем же самым. Ну, по сути, и ничто юридически не может этому препятствовать ровно до того момента, когда их снова не признают экстремистскими или какими-то там нежелательными. Но тут все будет зависеть от последовательности участников, от пугливости основной массы членов этой организации. Тут такой фактор, да, то есть, безусловно, на людей действуют такие вещи. То есть в этой организации неформально состоит несколько тысяч человек. Все они, конечно, сейчас пристально наблюдают за этим процессом, но, естественно, примеряют на себя вот эту маечку с надписью «экстремистская организация». Соответственно, ну, не все они, наверное, готовы там как-то дальше бороться там до конца, но останутся самые уверенные, самые упертые, самые идейные, условно говоря. На мой взгляд, этот процесс, он только активизирует конфликт, на самом деле, вот на этом поле, и приведет к негативным последствиям для республики, а не к позитивным, как это трактуют. Для республики или для власти? Для власти и для республики. Это, в общем-то, неразрывные совершенно как бы два явления, потому что все, что неправильно и нехорошо на территории, негативно сказывается на имидже и на качестве власти. То есть вот мой прогноз такой. Активисты Башкорта участвуют в разных так называемых движухах, что ли, да, вот в частности в протестном движении по поводу Куштау. А при этом вот это вот протестное движение власти называют ненастоящим. Вот как вы считаете, причина в том, что там башкорцы стоят, или это совершенно раздельные истории? Причина в том, почему они так их называют? Да. Нет, причина здесь очень простая. Те, кто их так называют, а это достаточно узкий круг пропагандистов Белого дома, я имею в виду конкретно господина Мурзагулова, он, ну, просто по себе людей меряет. То есть он никогда ничего не делал бесплатно. Соответственно, он не может даже себе представить, чтобы кто-нибудь собрался в количестве более трех человек, поехал куда-то за город на какую-то гору, залез на нее и, значит, говорил о том, что они не хотят, чтобы ее разрушали. То есть такое в голове Мурзагулова не укладывается. Потому он логично предполагает, логично для себя, что эти люди кем-то проплачены. Ну, а потом еще второй момент, что это очень удобная формула объяснения. Ну, как можно рассказать начальству о том, что у нас в республике есть огромное количество людей, которые не согласны, с вашей точки зрения, именно идеологически, именно с политических и человеческих позиций. Проще сказать, ну, тут вот там тысячу человек подкупили, а то и две тысячи человек, и все они теперь за деньги там пляшут на этой горе. То есть в их логике это очень укладывается. То есть вот так я могу это объяснить, но не иначе. А Башкорт, безусловно, ну, как политическое движение, как национально-политическое движение, конечно же, использовал этот фактор. И это обычная нормальная практика для любой политической группы, партии там, или какого-то движения, то есть, ну, подключаться к каким-то широким общественным процессам. То есть вот есть там мусорная реформа, вот есть там вопросы ЖКХ, да. Все политические партии бегают вокруг этих историй, всячески их там комментируют и участвуют, да. Там ЛДПР, КПРФ, да и даже Единая Россия, иной раз там чего-нибудь там где-то, значит, квакнет, да, сбоку, по поводу какого-то существенного общественного явления. То же самое здесь Башкорт. Вот Куштау, проблема Шихан, это, ну, серьезная общественная проблема. Что бы там ни говорил Мурзагулов и его там, значит, вся вот эта свора, это, безусловно, общественная национальная проблема внутри Башкирии. А что-то меняется в ситуации вокруг этой проблемы? Вот просто некоторые начали рассуждать, что отставка директора департамента промышленности Юрия Тюленева якобы что-то меняет, да, вот. Понимаете, отставка Юрия Тюленева, Тюленев, да, фамилия, ровно настолько влияет, насколько вообще кому-то известна фамилия Юрия Тюленина. Ну, это чушь абсолютно. Это внутри правительства некие процессы сейчас идут, они достаточно серьезные и фундаментальные. Вчера было там три новых зама министра появились, значит, и прочее, прочее. Ничего общего, конечно же, с шаханами это не имеет. То есть, безусловно, возможно, он отвечал за какой-то там аспект. Возможно, он где-то чего-то там не скоммуницировался с какими-то там экологическими, значит, организациями и так далее. Ну, никакого влияния на ситуацию с Куштау это не может иметь. Но, видимо, на что-то другое влияют вот эти самые отставки и назначения, о которых вы говорите. Что там происходит? Ну, конечно, да. В правительстве на самом деле начинается переформатирование. И переформатирование это невозможно без кадровых перестановок. Начали с экономического блока. То, что я вчера наблюдал, в принципе, ну, выглядит позитивно. Потому что, ну, по крайней мере, взяли специалистов. Тут уже вот эта вот пресловутая вертикаль друзей, видимо, перестает работать, потому что, ну, друзей не осталось, да? Как минимум. Ну, в запасе, я имею в виду. А тех, которых использовали, многие из них оказались хуже врагов. Соответственно, значит, ну, начинают подбирать профессионалов и подбирать людей, которые понимают, что происходит. Вот, например, персонально про Дениса Мусина я могу сказать, что человек, как бы там ни было, понимает, как это устроено. И какие проблемы вот в той сфере, которая сейчас будет, ну, в его, как бы, зоне влияния, в зоне ответственности. Вот в этой сфере он действительно разбирается. Вот тут есть шанс, что человек начнет принимать правильное решение. Не факт, что это случится, но, тем не менее, есть шанс. Потому что до этого некоторые кадровые решения, ну, до сих пор еще действующие в правительстве, они не оставляли никакого шанса на правильное решение вопроса. То есть наличие некоторых фигур говорит, что вот эта сфера, в которой они работают, она обречена. Ну, то есть вот есть несколько таких позиций в правительстве. То, что я вчера видели, это более-менее, ну, оптимистично выглядит. Ну, понятно, что оптимизм он пока еще никаких не имеет под собой оснований в том смысле, что нет результатов. А вот те фигуры, которые, зона ответственности которых обречена на провал, давайте их назовем. Пофамильно, да? Ну, хотя бы по названию ведомства. Нет, я полагаю, что у нас все плохо и безнадежно в области ЖКХ до тех пор, пока господин Беляев руководит этой сферой. То есть, ну, он продемонстрировал многократно неспособность организовать некие процессы. Ну, почему вы смотрите, в этом году дороги лучше убирали, снег в городе. Да ну, что вы говорите. Ну, вот по дорогам, по крайней мере, лучше. Ну, по дорогам, давайте называть по именам дороги, на улицу, и улица Ленина чистили безупречно. А вот улицу Пугачева не очень. И вообще очень многие тысячи, сотни этих улиц нет. Чистили только центр. Так что нет. Это вот продукт того самого очковтирательства, вот подобная точка зрения, которую вот попытались применить в Уфе. Чистили только центр. Так что нет. Насчет ЖКХ у нас на самом деле ситуация ухудшается. То есть она ухудшается и статистически, и качественным порядком. То есть вот это та сфера, где действительно у нас обреченная довольно ситуация. Еще. Ну, мне очень не нравится то, что происходит в Минздраве с точки зрения внутренних процессов в министерстве. То есть тех вот администрирований некоторых вещей, ну, и многих закупочных аспектов. То есть там тоже все очень нездорово. Забелин не может интегрироваться в... Вот так как он один, имеется в виду, ну, такое чужеродное достаточно явление, извне привнесенный человек, а коллектив там так или иначе, значит, местный, он не смог интегрироваться. Ну, и вообще он не для этого сюда приходил. То есть, ну, у него были планы, в общем-то, отсюда довольно быстро уехать на повышение в Москву, и там не сложилось в связи с событиями в правительстве федеральном. И, в общем, конечно, застрял он тут между вот этими мирами. Судя по всему, не очень заинтересован тут в какой-то бурной деятельности, но на фоне этого там происходят негативные процессы. Слушайте, вот как-то удивляет. Вроде как Минздрав все-таки больше стали хвалить в последнее время. А вот Гостранс, например, да? Смотря кто хвалить начал, вот в чем дело. Тут надо смотреть, кто хвалит. То есть, по вашему мнению, в Минздраве хуже, чем в Гострансе? Нет, ну, такие вещи сравнивать нельзя, понимаете, коричневые и квадратные сравнивать нельзя, потому что, ну, Минтранс и Минздрав в совершенно разные сферы. И критерии оценки, ну, они различны. Хуже, лучше это не будем делать. А вот, ну, то, что в Госконтрансе, конечно, там, адски от творится, но тут причины разные. Дело в том, что, скажем, ну, Минздрав на фоне, ну, гигантского, и, в общем-то, зачастую избыточного финансирования отрасли мог бы добиться результатов достаточно быстро, эффективно и визуально заметно, в Минтрансе они, как бы, отягощены той системой коррупционной и системой расхищения, традиционно сложившейся в этой сфере, что там добиться успеха можно только разрушая эту систему, чего мы не наблюдаем. Это раз. Второе, ну, подходы. И третий, Минтранс, Госкомтранс наш, у нас нет Министерства транспорта, Госкомтранс, он отягощен избыточным давлением сверху. То есть на Госкомтранс спускаются какие-то совершенно фантастические, иной раз абсурдные видения решения вопросов, ну, я имею в виду вот тот диктат, который существует со стороны Хабирова. То есть по поводу... Типа цифровка ям? Ну, вот я хочу, чтобы там не было того-то, да, то есть вот там звучит, там вот пазики, там газовые автобусы и прочее, прочее. А потом, когда начинается решение этих хотелок, ну, мы видим вот эти вот достаточно, ну, кривые схемы, то есть вот и закупка больших автобусов, она, в общем-то, потерпела крах, и борьба с нелегальными перевозчиками превратилась в фикцию и прочее, и введение вот этой карты ОЛГА, которую поспешно декларировали и в итоге получили, ну, достаточно, скажем так, негативный результат. Все вот это результат того, что у Госкомтранса две головы, фактически. То есть вот, и, к сожалению, они не могут между собой договориться. То есть есть политические хотелки, есть гигантская коррупционная система, которая не перестала работать в этой отрасли, и есть еще там, значит, некая группа специалистов, которые не могут до конца реализовать свои возможности. То есть отсутствие успеха транспортной реформы – это вина не только Гостранса? Безусловно. Безусловно. И немножко вот про ЖКХ хотелось бы остановиться. Вы упомянули, да, что это тоже проблемное направление. Но у нас начались кое-какие движения в общественности, да, вот СтопБЖРТС движение. К нему вопросы задают, значит, наблюдатели, скажем так, по поводу происхождения этого движения, по поводу его управляемости. В том числе вопросы возникли во время митинга, который якобы там то ли согласован, то ли не согласован. Полиция была, но не разгоняла. Вот ваше мнение по этой истории? Мое мнение, что это отвлекающий маневр, достаточно неубедительный и топорно сработанный со стороны, вот, скажем там, внутриполитического блока, опять же. Потому что, ну, нужно было выпускать пар, нужно было показать реакцию. Потому что слишком уж явно сложилась такая ситуация, когда возмущение вот этим доначислением за отопление в обществе и в медийном пространстве превысило уже все нормы, нужно было что-то сказать в ответ. Так как они напрямую не могли сказать, да, мы тоже возмущены, и сейчас начнем что-то делать, потому что потом же спросят, ну, а что же вы сделали? Решили пойти окольным путем. То есть, ну, условно говоря, наняли вот этих петрушек, которые изобразили вот это движение. Вот очень любопытно будет... Вы имеете в виду тех, кто возглавил это движение? Да, да. То есть, и мне любопытно посмотреть, как будет дальше. Состоится ли второй митинг? Ведь результатов нет. Состоится ли какое-то дальше движение? Будет ли развитие этого всего? Ну, и вопросы, конечно, к полиции. А почему не разгоняли незаконный митинг? Почему не оштрафованные и не задержанные, значит, там, ну, организаторы, инициаторы, они видны и известны? А если это вещь, как вы говорите, управляемая, почему нельзя было продумать, ну, я не знаю, согласование обеспечить? Ну, там ведь, ну, для этого же мозги нужны. То есть, нужно же было спланировать все так, чтобы это было достаточно реалистично выглядело. Но тут не хватило интеллектуальных ресурсов. То есть, тут друг друга все пугаются, все боятся друг другу рассказывать правду. Там всевозможные, значит, там, подковерные игры и договоренности привели к тому, что, ну, а так как в этой сфере на самом деле работают люди некомпетентно, я имею в виду в сфере внутренней политики в республике, ну, вот результат такой. Сделали, что смогли. Значит, вот в эти дни буквально еще у нас события есть, они так или иначе связаны в том числе и вот с движениями вроде Башкорта, хотя больше поделим Мухаммедову. Лингвисты возмутились оценкой их деятельности со стороны журналиста Рамиля Рахматова и таких же лингвистов, которые из Питера проанализировали их работу. Вот, на ваш взгляд, эта инициатива непосредственно лингвистов или все-таки вот какая-то более такая сложная, запутанная история? История эта достаточно простая в том смысле, что вот эти лингвисты, возьмем в кавычки, не объясняя, о ком идет речь, но речь идет, наверное, все-таки о экспертных оценках сотрудников БГУ, да? БГПУ. БГПУ. А, БГПУ. Если поделим Мухаммедову, то это БГПУ. Да, ну вот они обеспокоились чем? У них есть традиционное сотрудничество с Федеральной службой безопасности в плане того, что Федеральная служба безопасности заказывает им регулярно эти психолингвистические и прочие, значит, экспертизы. Это стоит довольно больших денег, это является хорошим источником дохода для этих экспертных центров, и они забеспокоились о том, что, ну, наверное, если вдруг их, ну, деятельность подвергается хоть какому-то вопросу, ну, помимо того, что это некий ущерб и самому, ну, следствию, да, то есть если экспертиза будет вдруг подвергнута сомнению, особенно сомнению экспертов, не просто там каких-то журналистов, а вот питерских товарищей, да, то если все это вместе вкупе, то это может выглядеть недостоверно. В дальнейшем они потеряют источник дохода, ну, скажем, в качестве вот этого сотрудничества со спецслужбами, сотрудничества, кстати говоря, абсолютно легального, ну, то есть они действительно заказывают эту экспертизу, в этом нет ничего криминального. Но ведь можно заказать и в другом месте, да, ведь, и у нас этих экспертных сообществ достаточно много в России. Соответственно, ну, вот это вызвало у них беспокойство, ну, как бы репутационные риски, условно говоря, да, но о том, что коллеги их оценили негативно, это говорит о многом. То есть, ну, я могу много об этом рассуждать, Рамиль Рахматов может много об этом рассуждать, но наше мнение не экспертное, наше мнение чисто эмоциональное и, ну, где-то даже, может быть, там аффилировано каким-то образом. А вот эксперты, их коллеги, когда говорят, что нет, тут все не так, вот это вот действительно наводит на мысль, об этом надо думать. Так что причина здесь в беспокойстве за свою репутацию, за свои дальнейшие, там, контракты и прочее. Ну, а насколько эти переживания оправданы? Ведь у нас все-таки, судя по тому, как идут вот эти процессы, по крайней мере, по делу Мухаммедову, видно, что особо аргументы не слышатся судом. Ну, это же все до поры до времени. Вы же видите, как меняется сейчас ситуация и в стране в целом, и в Башкирии тоже, в частности. То есть вот этой железобетонной позиции нам все пофигу уже становится все меньше и меньше, потому что они понимают, что она становится все более опасной. То есть если еще там в 12-м, в 11-м году можно было так судить, в 14-м году еще тоже можно было судить на волне там вот этих патриотических, значит, всяких движений и ощущений, то сейчас уже нигилизм внутри общества так велик, что, ну, как бы неосторожное движение суда, правоохранителей, власти могут вызвать какой-то всплеск недовольства, который, ну, там, вплоть до неуправляемости может случиться. То есть дело, дело Мухаммедова, в частности, оно может закончиться как-то неожиданным образом? Оно идет так долго, что отношение к нему начинает меняться даже у власти. Вот это я вижу. То есть если бы оно закончилось год назад или там полгода назад, наверняка бы оно закончилось каким-то совершенно категорическим решением. Причем по максимуму. Сейчас не знаю. Есть, ну, на мой взгляд, есть перспектива того, что она, эта история не так завершится страшно, как предполагают. А вот то, что происходит вокруг, вполне себе частной, но все-таки истории, да, вот общественник Руслан Нурдинов из Чекмагушевского района такие ужасные вещи говорит, что чуть ли не машину сжигают, там, чуть ли не по приказу главы администрации. Получается же, на местах нет изменений, да, как в самом пещерном веке все происходит. Ну да, чем ниже, тем дурнее. То есть когда сидит там глава администрации Чекмагуша и видит там одного Руслана Нурдинова, который бунтует у него за окном, у него это же вызывает панику. У него же по отчетам прекрасный район, где 99,9% проголосовали как надо, там, да, ну, предположим, я не знаю, какие результаты там в Чекмагушевском районе, что-то мне подсказывает, что у него все здорово. И тут у него, значит, такое явление, а еще и 40 человек пришли вместе с Русланом Нурдиновым под окна администрации вот по поводу этой сожженной машины. Это же ужас-ужас. Это же сейчас из администрации позвонят и спросят, что у тебя там творится в твоем тихом сельском регионе. Ну, то есть это такая неадекватная, совершенно бездумная и саморазрушительная, на самом деле, реакция местных царьков. Она еще будет у нас в ближайшее время, мы будем это наблюдать, потому что кадровый состав глав районов, он на самом деле, ну, ужасен, на самом деле. Там другие принципы подборов. Понимают ли это у нас в Белом доме и готовы ли предпринимать какие-то шаги, чтобы это избежать? Ну, кто-то понимает. То есть там есть, я много раз говорил, там есть умные люди, которые понимают всю, ну, как бы, глубину проблем, безусловно. То есть это и Сидякин, это и многие другие, которые понимают, насколько все плохо. Ну, они не могут об этом говорить, они не могут об этом там рассуждать и, пожалуй, что не могут участвовать в изменении этих процессов, но понимать, понимают. Ну, а что им остается делать? Других нет. У нас других нет. Ну, если вы называетесь Сидякин, это человек, ну, скажем, чуть ли не второй в республике. Ну, да, вот он понимает. Ну, я надеюсь... Он может что-то делать же, наверное. Я надеюсь, что Хабиров тоже понимает. Хотя вот Хабиров более, как бы, человек, ну, скажем, увлеченный и более верующий, и более уверенный в том правильности, вот, абсолютной правильности того, что делается. То есть отсутствие критического подхода к собственным действиям, это, на самом деле, всегда залог способности человека к, ну, маневрированию и принятию максимально правильных решений. Вот этим Хабиров как бы не наделен в полной мере. А Сидякин, на мой взгляд, более трезвый человек, понимающий и видящий, что происходит. То есть он может оценивать более критично это все. Другое дело, есть ли у него заинтересованность в изменении этой ситуации, я не знаю. Вот как раз хотел спросить, ведь всякий раз появляются информации, что якобы он куда-то собирается губернатором, то есть Башкир это все временно. Я полагаю, что он сам это распространяет, эту информацию. То есть намекает руководству в Кремле, что посмотрите, я здесь. В разные стороны намекает, да. Но на самом деле нет. У него нет шансов никаких стать губернатором, это однозначно, значит, на данный момент. Так что, ну, можно успокоиться и перестать об этом волноваться. Мы не потеряем Александра Геннадьевича в ближайшее время. То есть на первый срок Геннадьевича в порядке будет. Пока, да. Нет, ну, первый срок не первый срок, не могу прогнозировать далеко, никто ничего не может прогнозировать далеко. Но в ближайшее время все будет нормально, он будет там же, где сейчас. Хотелось бы немножко затронуть тему, которая почему-то в нашей республике, ну, практически не обсуждается. Хотя в соседнем Татарстане об этом говорят на довольно-таки высоком уровне, да. Поправки в Конституцию президентские затрагивают так или иначе вопросы национальных республик. Предложение сделать, значит, русский народ государством образующим, по-моему, так, вызвало отторжение, там, муфтея, в частности, Татарстана. Вот, а у нас тихо. Ну, это критерий, на самом деле, самостоятельности на федеральном уровне. Значит, насколько Татарстан самостоятелен на федеральном уровне и является каким-то актором, ну, то есть, как регион. То есть, мы в Башкирии сейчас, и башкирская власть сейчас, ну, и не до этого, и у нее нету этих компетенций. Они не могут внутри разобраться сейчас. Татарстан давно и основательно навел порядок, ну, по крайней мере, визуальный порядок у себя внутри республики, и теперь выступает как самостоятельная политическая единица, в том числе вот с такими заявлениями. В Башкирии все хуже. В Башкирии все еще за полтора года, вот, после смены власти, так этот внутренний порядок и не наведен. Внутреннего согласия не достигнуто. Враги не побеждены, какими бы бутафорскими они не были. То есть, ну, не до этого. Веса на федеральном уровне, конечно же, такого нет, как у Татарстана. Соответственно, вот вам ответ на вопрос, почему. Вопрос в том, что может ли регион поднимать такие вопросы, ну, я считаю, что может и должен. То есть, ну, по крайней мере, он будет иллюстрировать отношение к этим процессам внутри региона. Должны ли этим заниматься священнослужители? Ну, пожалуй, что нет. Но, с другой стороны, они теперь все больше и больше у нас занимают место, как бы, и идеологов, и там, и каких-то вообще государственных деятелей. Вообще у нас, бога того и гляди, запишут в Конституцию, правда, непонятно какого. Вот. Соответственно, ну, вот, в Татарстане так. Но дело в том, что Талгат Джудин уже среагировал на эту историю, на, значит, заявление татарского муфти. Он сказал, что башкирский народ не такой, и, как бы, ну, мы совсем не так, и мы вообще все приветствуем, и напомните, о чем идет речь. Ну, то есть, как бы, вот, примерно, в таком ключе. То есть, поторопился наш, значит, руководитель, вот этот духовный, республиканский, заявить, что мы не такие эстроптивые. Ну, это тоже некая мера трусливости и несамостоятельности. То есть, ну, и еще это немножко подчеркивает вот это противостояние между Татарстаном и Башкирией в последнее время. То есть, увидев там точку зрения Татарстана, мы вот были вынуждены сказать, что мы выберем другую. А мы не такие, да. То есть, ну, заодно еще и перед федеральным центром показали. Но дело в том, что федеральному центру не всегда нравится несамостоятельность. И, как, ну, любому начальству не нравится такое вот покорное, тупое, безликое согласие подчиненных. Потому что это, как правило, повлечет за собой бездеятельность. Соответственно, ну, слишком понравится федеральному центру не противоречие, ему не получится. Вот хотелось бы, вот вы упомянули, да, такое отсутствие некой субъектности у Башкирии в течение полутора лета, якобы она не появилась. На ваш взгляд, это произошло по каким-то объективным причинам? Ну, вот есть помехи, да, которые предстоит преодолеть. Или вот то, что у нас сейчас в республике происходит, это вот безысходность, да? Нет, это неумение понимать, как бы, тех выгод, которые можно почерпнуть из вот этой субъектности. Это боязнь не справиться, причем обоснованная боязнь, потому что действительно нет нормальных сил и нормальных мозгов вот в этой сфере. То есть, ну, поручи сейчас Кельсинбаеву правильно выстроить национальное движение, есть большие риски, что мы получим что-то ужасное. Проще начинать с ним бороться. То есть, это понятно, то есть, борьба, подавление, насилие, оно более понятно и более приемлемо для людей, не владеющих вопросами глубоко. Сотрудничество, взаимодействие, выстраивание отношений, видоизменение концепции и вот этих вот векторов движения, это сложные процессы. Они не по зубам тем, кто сейчас занимается вот этим в Башкирии. То есть, проще начинать репрессии. Они вот что-то делают, меняют руководство из полкома всемирного Курлтае-Башкира. Ну, это называется, на самом деле, спасение рядового района в том смысле, что катастрофа, которая произошла в межгалактическом Курлтае-Башкиру, связанной с последними событиями, да, вот эти вот иски против эхо Москвы, значит, потом, что там было очень смешного. Да, с коммерсантом, значит, вот это вот всенародное порицание Наташи Павловой, там, значит, посыпание пеплом головы и прочие вещи, даже внутри башкирской власти выше вызвало раздражение и напряжение. То есть, вы хотите сказать, это они сами придумывали и сами реализовывали? Нет, это такие отчасти спонтанные процессы. Тут, как бы, холопы решили сделать приятно хозяину настолько, что хозяина стало тошнить. То есть, в итоге, хозяин принял решение, надо менять вообще вот это руководство, потому что они уже полностью себя дискредитировали. И в итоге, ну, было, в принципе-то, принято организационно правильное решение, нужно поменять. То есть, вот те, кто организовал все вот эти вещи, они уже израсходованы. То есть, принесли они пользу, не принесли пользу, неважно, то есть, нужно менять. Ну, в итоге, вот сейчас вот взяли, в общем-то, нейтральную фигуру, ну, как бы со стороны, то есть, не из этих процессов, не из этой истории, но очень хорошо подходящего этнически, там, физиогономически и интеллектуально, я имею в виду Галима Якубова. То есть, немного мы с ним знакомы, но меня он всегда производил впечатление человека разумного. Вот это для меня очень важный фактор, то есть, человек, как минимум, не допустит того безумия, которое царило в этой организации. Вот, организация, какая бы она ни была, она все еще важна для властей. То есть, им нужно хотя бы как-то иллюстрировать и имитировать вот эту национальную, значит, составляющую. То есть, имитация, остается имитация. Ну, там где-то имитация, где-то не имитация, но все это все равно, в общем-то, ну, очень необходимая единица. А есть ли какие-то шансы, что подобного рода организация заговорит о тех проблемах, о которых говорят, ну, люди снизу? Я не знаю, проблема к Уштау, проблема... Только если будет дана команда. Ну, то есть, как только Айд Кулова там махнет рукой, а ей махнут рукой там с определенного этажа Белого дома, значит, тогда эти процессы могут пойти. Когда в Белом доме примут решение, что да, нужно встать на какую-то из сторон, да, то есть, например, вдруг Белый дом решит примкнуть к защитникам Куштау. Извините. Это пока совершенно... Ну, это фантастический такой... То тогда, конечно, сейчас межгалактический Крултай Башкиров завьется до Немеса и будет рассказывать, как на самом деле втайне-то они были тоже на этой стороне, да. То есть, вот эти тайные сторонники. Ну, так, это уж мы иронизируем. Вот мы, опять же, затронули немножечко Конституцию и Бога. Вот в этой связи, как бы, я вчера наблюдал процесс, даже не процесс еще, а заседание по продлению ареста Айрата Мухаммедова. Он там высказался довольно интересно по поводу того, что в 15-м году в приговоре по поводу его высказываний был пункт как раз о том, что он предлагал. То есть, даже не предлагал, а допускал, что если общественность попросит, мы бы включили в Конституцию Республики Бога. А вот теперь, якобы, Путин предлагает то же самое, а не пора ли провести экспертизу? Ну, судя по всему, Всевышний услышал молитвы Айрата Дельмухамедова и вселил в голову Владимира Владимировича Путина вот эту светлую мысль о включении Бога в Конституцию. Но здесь, сейчас для чистоты эксперимента, действительно, надо согласиться с Айратом Дельмухамедовым и подвергнуть Владимира Владимировича экспертизе, той самой психолингвистической экспертизе, которой подвергался Айрат Дельмухамедов. И я бы предложил все-таки, чтобы экспертами выступили специалисты БГПУ. То есть, они должны обследовать Владимира Владимировича Путина, его высказывания, его предложения на предмет наличия отсутствия экстремизма. В этом нет ничего плохого, на самом деле. Ну, вдруг надо подтвердить отсутствие. Но что-то мне подсказывает, что результат будет традиционным. И вот тут вот мы столкнемся с ситуацией, что либо нужно выпускать Дельмухамедова, либо нужно сажать Путина. То есть, вот нехорошая получилась, конечно, аналогия, да, и она удивительная аналогия. Она нам, вот если перестать шутить, надо понять, что мы видим, насколько мир в России, вот этот внутренний наш мир перевернулся за последние годы, если не сказать, что перековыркнулся, потому что, ну, та мера абсурда, которую мы наблюдаем, она уже начинает не помещаться в сознание обычного человека. То есть, либо нужно расширять сознание, как это делает регулярно Мурзагулов, чтобы ему в голову это все помещалось. У него вполне ведь в голове умещается там цензура власти, цензура, вернее, СМИ и свобода СМИ, как идентичные критерии. То есть, ну, для того, чтобы иметь такое сознание, нам либо нужно какие-то препараты давать, либо какую-то другую идеологию начинать вводить в стране, потому что мы путаться начинаем. Одного человека заодно и то же сажают, а другой человек при тех же самых идеях, в общем-то, руководит страной, да? Так получается. Ну, абсурд. Хотелось бы немного затронуть экономические темы. В частности, вот есть история, ну, вроде как, некого противостояния, который начинается между Башспиртом, заказавшим строительство крупнейшего завода, значит, собственного под УФОЙ, СУ-10, и тут иск 12 миллиардов рублей. Просто невообразимая сумма. Ну, и требование отказаться от продолжения работы и так далее, и так далее. Вот вы как видите себе эту историю? Ну, вот я только-только начал в нее погружаться, но я так много интересного нашел в этой истории. Ну, во-первых, претензии, выдвигаемые Башспиртом, в 15 раз превышают сумму контракта. Ага, всех работ, то есть. Да, вообще, вот стоимость контракта там около 900 миллионов рублей. Они просят компенсацию 12 миллиардов рублей. Второе. Значит, странным, загадочным образом были перенесены сроки строительства. Вообще-то, строительство по первоначальному плану должно было закончиться в конце 20-го года, по первичным документам. Потом случилось странное, пока не объясненное до конца, с переносом на декабрь 19-го года. Безусловно, ну, ни один дурак не согласится сократить свои обязательства, если для этого нет каких-то особых условий, которые этому бы способствовали. Так ведь? Ну, заключили контракт, работают, в конце 20-го года должны закончить. Ну, спокойно бы и закончили. Но СУ-10 загадочным образом согласилась на сокращение этих сроков. И вот тут есть подоплека под этим. Я вот разбираюсь в этой подоплеке, много интересного нашел. Второй вопрос. Каковы цели, на самом деле, Башспирта в расторжении? То есть, очевидно, что главная их цель расторгнуть обязательства с СУ-10. То есть, не получить 12 миллиардов? Ну, нет, конечно. Никто из трезвых людей понимает, что никакая неустойка... Дело в том, что работы выполнены уже на 80 с лишним процентов. И как может суд присудить там компенсацию в размере 15-ти кратную стоимость этих работ? Ну, нет, конечно. То есть, Башспирт все еще не может заявить о том, что он утратил там какую-то выгоду. То есть, дело в том, что даже бы если в декабре работы были закончены, на сегодняшний день вряд ли бы были запущены все производства, потому что, ну, там есть и пусконаладочные процессы и прочее-прочее. То есть, продукции все еще не выпускалось, скорее всего. Ну, в общем, история-то очень глубинно интересная. Там очень интересные фамилии. Там, безусловно, и Нагуманов, и Стрижнев, и вот вся вот эта компания очень сильно мелькает. И там очень интересная роль самого коммерсанта, который получил документы об претензиях раньше, чем СУ-10, например. То есть, ну и так далее, и так далее. Роль Наташи Павловой, конечно, там достаточно интересная и печальная. Ну, в общем, вот ближайшие дни я об этом буду разбираться и рассказывать очень много. То есть, вы будете на своем канале об этом рассказывать? Обязательно, да. Потому что вот меня никто не может упрекнуть в том, что я там какой-то большой почитатель господина Мансурова, да? То есть, ну, судя по тому, что мы раньше об нем говорили и писали. Соответственно, здесь у меня позиция достаточно принципиальная. Я хочу понять, насколько вот здесь заинтересован в этом всем башспирт. Почему? А самое главное, к чему это приведет? Там есть некоторые расчеты специалистов, говорящие о том, что на самом деле это приведет к очень негативным последствиям и для башспирта, и для строительной отрасли республики. Ну, слушайте, тогда же это не просто хозяйствующий субъект, это политика, это второй налогоплательщик республики. Вообще-то да. Да. И вообще-то башспирт – это государственное предприятие. И вот та перспектива, которая для него, возможно, появится в свете вот этих решений, тут очень важно понять, кто является актором, кто является интересантом вот этого, ну, на мой взгляд, разрушительного действия, которое происходит сейчас. Если это какая-то большая политика, то при чем здесь Мансуров? А если это какие-то частные мелкие интересы, то нужно понимать, насколько эти интересы, даже будучи достигнутыми, принесут ущерб в целом, например, тому же башспирту, который, повторюсь, 100% государственное предприятие. Я, как совладелец этого предприятия, как гражданин Российской Федерации, житель Башкирии, очень обеспокоен финансовыми перспективами башспирта. Потому что, на мой взгляд, везде, где появляется нагуманов, возникают вот такие подобные вопросы. Вспомните ФЖС, вспомните Землю вокруг планеты и так далее, и так далее. То есть я пока все еще, значит, не даю каких-то конкретных оценок этому всему, но у меня очень много вопросов к башспирту. Ну, видимо, эта история еще будет продолжаться. На минувшей неделе в Уфе состоялись мероприятия такого городского масштаба, да, это Горсовет, это отчет Ульфата Мустафина, выступление Радия Хабирова. Вот здесь вы для себя что-то такое наблюдение, может быть, важное вынесли? Да, есть очень большое глобальное наблюдение. Вот, на самом деле, доклад Мустафина был абсолютно пуст, и он был насыщен только достижениями Радия Хабирова. То есть, если внимательно выслушать еще раз доклад Мустафина, можно понять, что все, что сделано в городе, сделано Хабировым. Я так подумал, даже когда это слушал, что это больше был отчет о том, что было заложено при Елалове. Ну, то есть Мустафин не рассказал ничего, что он сделал сам. Все, что было сделано, сделано Хабировым. Ну, ладно, это такая комплементарность, которая у нас теперь очень принята. То есть все подчиненные должны рассказывать о результатах работы своего начальника. Это, конечно, нехороший признак. Это признак того, что этих результатов, на самом деле, не очень много. Ну, ладно. Но главным и вот совокупным результатом, вернее, выводом из обоих докладов можно сделать такой вывод. Мы начинаем ругать предшественников. То есть у нас появляется концепция такая. У нас ничего не получается, потому что наши предшественники были негодяи, воры, расхитители, мухи вокруг горсовета. Вот это все вот эти образы, которые нам дал Хабиров в своем докладе. Это говорит о том, что мы начинаем переходить в фазу обвинения. То есть в России и в Башкирии тоже вообще принято очень, ну, там, уничтожать, уничижать, ругать предшественников. Ну, вот пытались вроде этого не делать первый год. Да. Ну, сначала, первый год это вообще медовый месяц, когда население и люди вообще все будут радоваться в любом случае смене власти. У нас в России тоже традиционно радуются смене власти. Но теперь настал этап, когда нужно показать результаты, их немного, или они негативные, или есть ухудшения по некоторым позициям. Нужно объяснять это. Никто же не может сказать, мы работали неправильно. Нет. Этого не бывает. Ищем врага. Враг Елалов, Хамитов и мухи вокруг Гурсовета. Пожравшие, значит, земли, угодья, финансы и прочее, прочее. Ну, с мухами надо разбираться отдельно, надо понять, о чем идет речь. Я ни в коей мере не намекаю там на ближайших друзей самого Хабирова, но... Ну, да, мухи были. Вот. Но, тем не менее, значит, вот это главный вывод. Оба доклада ни о чем. Но главный вывод, вот это то, что мы начинаем кивать на предшественников. Ну, буквально вот уточню, все-таки, когда работала последний год, по крайней мере, хамитовская елаловская команда, команды не было, да? Было противостояние между Уфой и республикой. Сейчас это хотя бы одно целое? Ну, безусловно. То есть, это одно целое, потому что, хотя бы потому, что, ну, масштабы Мустафина ничтожны по сравнению с масштабами Елалова. Ну, Елалова образца, там, скажем, вот, 2018 года. Да? И, ну, Мустафин вообще тоже временная фигура, который тоже подзадержался на своем месте. То есть, на самом деле, по сценарию первоначальному не было задумано, что он так надолго останется. Ну, транзитная такая фигура, но тем не менее. И он, естественно, не специалист, он не выходец из этой системы, имеется в виду муниципальный. Вот, он тоже один из тех, кто, наверное, нам не оставляет шанса на серьезный прорыв в городе. Максимум, что сможет сделать Мустафин, это латать дыры. Вот. Каких-то административных ярких решений. Ну, мы видим по его кадровой политике, мы видим, кто его окружает. Там всякие вот эти Сулеймановы и прочие, да? То есть, это абсолютно декоративные фигуры, которых он полагает эффективными. Вот что самое печальное. Да. То есть, ему нравится, как там, вот они с этим управляются, там, и как они чего-то там говорят и делают. Ну, вот. То есть, это характеризует его. Так что, нет, сравнивать тут, конечно, Мустафина и Елалова нельзя. И, конечно же, не может идти речь ни о каком противостоянии. Или даже... Ведь важно не противостояние, важно принципиальная позиция. Важно отстаивать интересы города. Вот Елалов в определенный момент начал это делать. То есть, тогда, когда город кинули с Шоссом, когда город кинули с деньгами, имеется в виду Хамитов, тогда Елалов встал на дыбы и стал, ну, так или иначе, отстаивать интересы свои и интересы города. Мустафин, конечно, этого не сделает никогда. Соответственно, тут дело не в конфликте и не в каком-то там войнушке в какой-то между там Елаловым и Хамитовым. А дело в принципиальности позиций. Здесь, естественно, нам рассчитывать не на что. Вот вы упомянули, да, что у нас сейчас появляются такие тренды по поводу того, чтобы ругать предшественников. Примерно об этом я услышал, когда на Первом канале, значит, обсуждали историю с сиротой, которая встала на колени. Вот как вам эта история вообще? Хотелось бы тут два аспекта. Вот этот вот публичный, да, по поводу того, что ругают, и по поводу все-таки отдельно взятой истории. Насколько она, ну, показательна, что ли, принципиально? Как и было сказано экспертами на этой передаче, история обычная. Обычная для России и, видимо, обычная для Башкортостана. То есть, таких историй сотни. Это безобразие, это ужас, это нарушение закона, но их сотни. Вот так. Там есть свое своеобразие у этой девушки и прочее, но она на самом деле не виновата, что не исполнен закон. Может быть, она бестолковая, может быть, она безграмотная, но закон не исполнен. Вот здесь в обсуждении этой истории надо сказать точку. То есть, она не отказалась от квартиры однокомнатной и требует большую. Это не факт. Это версия Прочаковской. Меня больше зацепила, конечно, вот сама Прочаковская и ее позиция. Она вот нам там, в этом эфире Первого канала, с многомиллионной, с там сотней миллионов человек, значит, аудитории, она рассказала нам про новый, вернее, про старый и новейший Башкортостан. Вот это тоже тот самый тренд, да, то есть попытка отгородиться от прошлого. Если Хабиров уже в открытую критикует это прошлое и называет там мухами и прочее, и прочее, то, например, Прочаковская начинает разограничивать. Вот у нас теперь новый прекрасный Башкортостан, а все, что было до 11 октября 2019 года, это ужасный старый Башкортостан. Хочется задать Елене Анатольевне один вопрос. Уважаемая мадам Прочаковская, в этом страшном, ужасном Башкортостане прошлого разве не было Хабирова в том же самом 2007 году, который упоминался в этой передаче Первого канала? Разве в этом ужасном, кошмарном, средневековом Башкортостане, который вы так отгораживаете тщательно от нынешнего, сегодняшнего, не было того же самого Мурзагулова при всех трех главах республики, значит, Башкортостан? В общем, вот этот бред был особенно показателен. Мадам Прочаковская, это негодный кадр. Это человек, который наносит вреда столько республике и вот этой медийной сфере, и на самом деле власти. Но что измерить вот этот вред будет очень сложно. Почему? Ну, прекрасный вот проект дома, вот мы обсуждали вот на днях. Вот прекрасный проект дома, да. Система инцидент. Ну, это мое субъективное мнение, но система инцидент действительно извращена в Башкирии настолько, это же не уникальная система, она работает во многих регионах, но она извращена настолько, что она перестала работать. То есть? Количество заблокированных пользователей в этой системе так велико, что сложить объективную картину о том, что происходит, собственно, что и является главной целью инцидента, не представляется. Ну, слушай, людей банят в аккаунте там условно Хабирова, но ведь система же, она не смотрит друзей Хабирова, грубо говоря. В том-то и дело, что это так. То есть те выжимки, которые выдаются сейчас инцидентом, они абсолютно ничего общего не имеют с реальностью. И это большой вред, на самом деле, для самой власти. Вот в чем вся штука. Ну, в принципе, идея правильная. Конечно, нет, эта идея вообще не российская, эта идея, она вот, ну, имеет очень глубокие корни. Идея получать независимую информацию для власти, очень важная и правильная идея. Эта идея пользуется и Путин очень давно, и до Путина тоже. То есть независимые опросы ФСО, мониторинг социальных сетей, прочее, прочее. Это все, я с этим вопросом столкнулся в 2010-2011 годах, когда это только зарождалось еще вот на федеральном уровне. Там в 2012 году мы в правительстве России обсуждали именно внедрение этого всего тотально. Сейчас к нам принесло это, и сейчас пытаются там и Мужзагулов, и Прочаковский это преподносить как какое-то уникальное явление. Это не так. Другое дело, как они им пользуются. Вот в чем дело. Вот даже если предположить, что пользуются правильно и хорошо, ведь до сих пор, как ни крути, есть большая доля населения, которая в интернете никак не сидит и не пользуется. Нет, безусловно. То есть потому должен быть комплекс сбора информации. То есть от чтения надписей на заборах до использования самого интернета. То есть, конечно, тот, кто считает, что вся жизнь находится в интернете, и вся информация объективно находится в интернете, он глубоко ошибается. Безусловно. Вот в связи с инцидентом вспоминается так называемое ручное управление, когда глава республики на оперативке обращает внимание на улицу Пугачева условную. Потому что там известный блогер или журналист об этом сказал. Вот на ваш взгляд, есть все-таки шансы уйти от этой схемы? Только когда будет выстроена система работы правительства и вот этих органов госуправления. То есть Хабиров тем самым пассивно и косвенно подтверждает, что система не работает. И за полтора года она не выстроена. И понимает он сам, что это плохо. Слава Богу, понимает. То есть, вот тут надо отдать ему должное в том смысле, что если бы он отдал сейчас на откуп, но он уже несколько раз пробовал отпустить некие рычаги. И вот это привело к Кирееву, Полстовалову и к прочим вещам. То есть, Баширову и так далее. То есть, ну вот, он понимает, он видит всю ненадежность этой конструкции, пытается держать в руках. Но как долго хватит ему сил, я не знаю. То есть, в свое время Хамитов психанул и отказался. То есть, тоже удерживая в своих руках и правительство, и прочее, прочее. Ну, человек недвужильный, он не может там, ну, исполнять две функции одновременно. Буквально совсем 30 секунд. Но почему-то Татарстану соседнему это удается, а у нас вот из раза в раз одно и то же. Потому что они выстраивали эту систему еще при Шаймиеве и не разрушали при Мениханове. То есть, преемственность все-таки это хорошо. Нет, в данном случае, в плане передачи опыта системы, конечно, зачем изобретать велосипед повторно, если была создана система управления, которая работала. То есть, зачем сейчас ее было разрушать и прийти и сказать, я то же самое сделаю, только верх ногами. Ну, это глупо. — Большое спасибо. В гостях нашей студии сегодня был политтехнолог Андрей Патрицын. Всем хороших выходных. Пока. — Спасибо. До свидания.